Преступник все еще на свободе. 9 сентября в Абая жестоко избили боксера, призера многочисленных соревнований Асыла Оспанова. Спортсмен остался жив, однако из-за побоев парень может остаться слепым. Сейчас его зрение восстановилось всего лишь на 20%. Какие прогнозы делают врачи и к чему ведет следствие, об этом расскажет Мир Амгуль Салкимбаева. Парня нашли сидящим на корточках в нескольких километрах от Абая. На месте происшествия друзья Асыла нашли телефон, принадлежащий некоему Жаслану, который проработал несколько лет в правоохранительных органах. А сотрудники отдела внутренних дел Абайского района, которые обещали раскрыть это дело за три дня, до сих пор преступника найти не могут. Как говорится, обещанного три года ждут. Асылу пробили лоб до такой степени, что осколки кости попали в мозг. На теле полно ушибов и ссадин. На сегодняшний день Асыл видит только на 20%, рассказывает тетя Айгуль Султанова. Весь он зашитый, перешитый, и лицо все у него, и как бы очень много ссадин, он весь сбитый. Особо он стал молчаливый, не разговаривать такого. Вообще какой-то поникший. И вообще, дай бог, чтобы завтра в будущем он пришел в сознание свое. Абая спортсмена знают многие. Кто-то как друга, для кого-то он наставник. Местные жители утверждают, полицейские подозрительно равнодушны к происходящему. Хороший, спокойный. Мама, я видела маму, мама рассказывает, говорит, хороший такой. Он и защищает, и слабый. Он же сильный, с ним никто, никто не смог. Как это получилось, что случилось. Надо с этим бороться, не допускать, чтобы ситуация выходила из-под контроля. И найти все, кто это сделал. Я так думаю. Тем временем, друзья рассказывают, что последний раз его видели в кафе-визит. Охранник заведения стал свидетелем, как парень вышел из кафе в обнимку с едым мужчиной. А уже рано утром на трассе его обнаружил проезжавший мимо водитель. Никогда не встречал его. Первый раз вижу. Ну, как бы мы сразу вызвали милицию, как бы они его забрали, потому что как бы самим что-то с ним там решать смысла не было. Кто и зачем это сделал, пока остается неизвестно. И найти участников преступления местные правоохранительные органы не спешат. Следственные мероприятия не проводят по сей день. Родные ссыла Успанова до сих пор не могут прийти в себя. Вообще такой порядочный мальчишка. У него и образование, и все. Я не знаю, как это, что случилось. Как так получилось, что он один остался. В тот момент, я не знаю. Знаю, что вот уже прошло, по идее, 17 дней. Особо таких движений нет. Почему-то ничего еще не раскрыто, никто не найден. Хотя и кровь была, и все так взять. У него и на вещах кровь была. Мы попытались связаться с органами внутренних дел города Абай. Даже выяснили, кто это дело ведет. Вот только следователь Гульден Ильясова оказалась немногословна. А теперь я не могу. В интервью я не буду только к начальнику обращаться. Нет, подождите. Вы как начальник обращается. Подождите, Гульден Саяц. Ну, да умыто, у меня там люди сидят. Ну, подождите, вы пять минут не можете сказать? Вы слушать не умеете, что ли, людей? Теперь остается ждать, когда Сылу Спанов придет в себя. Ведь только ООН знает тайну той злополучной ночи.